Интерактивность. Важная вещь для удерживания внимания ваших зрителей. Время все идет, но способы принятия информации и его качества меняются. Если раньше людям хватило просто книги с буквами и вашего воображения, то с каждым годом, с каждым поколением все больше усложнялось. Появилось радио, да, при котором мы получаем информацию из слуха. Получаем, слышим и сами себе визуализируем. Время все идет, идет, идет и появляются телевизоры. Телевизоры, в которых уже есть визуальная информация. Теперь мы получаем и слуховую, и визуальную информацию. Да, время все шло, шло, но теперь еще нужно больше, чтобы удерживать концентрацию зрителей. Концентрацию именно на том вещи, которые вы хотите преподнести своему зрителю, своему слушателю, своим подписчикам или же ученикам. Да, для этого сейчас поможет интерактивность. Что под этим словом можно понимать? Можете открыть Википедию, прочитать и, конечно же, ничего не понять, потому что это Википедия. Но объясню на простом примере. Тут стоят буквы, но это не просто буквы. Благодаря интерактивности я могу с ними взаимодействовать. Да, с каждой буквой. Вот берем и составляем слово. Помидор. Как видите, я не просто встаю в видео, да? Я прямо взаимодействую тем, что находится на вашем экране. Можете сказать, что это похоже на зеленую студию, но нет. Конечно, зеленую студию мы тоже можем сверху спустить и сделать сзади какой-нибудь фон. Но тут вещь, что я сам тоже вижу, что происходит у меня на экране. Это не добавляется во время монтажа. Это нужно учитывать. Ведь монтажу много очень времени требуется, чтобы поднести, тем более под мою именно руку. Тут все иначе. Я сам вижу то, что двигаю. Это и называется интерактивность. Собственное погружение самого спикера в процесс видео, а также удерживание внимания зрителей. Потому что они видят то, что происходит на экране вместе с самим спикером, который это говорит. На примере картины. Да, давайте соберем. Почему бы нет? Пейзаж. Это похоже на картину Ван Гога. Да. Составляем. Это сюда, это сюда. И... Опа. Вот. Я взаимодействую со всеми элементами и смог создать вот эту вот прекрасную картину. Крик. Да. Следующее представление. Это на примере вот этой картошки. Видим картошку, да? В обычных видео мы можем показать то, что в чем, что в нем содержится. Сказать это вслух. А здесь, смотрите, это картошка. Да. А что в нем содержится? Во-первых, в нем содержится витамин В9. Вот так. Видите, какой он красивый. Я прям достал его из картошки. Да, я прям достал из внутри картошки. Давайте посмотрим, что еще есть в нем. А в нем есть витамин В1. Да, приглядитесь. Вот это вот содержится в картошке. А также крахмал. Интерактивность. Полное погружение в собственную вещь, которую вы сами презентуете. А также погружение в это зрителя. С вами был Обе Котельбекович. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok